Глава шотландского правительства Николас Тёрджин предупредила британского премьер-министра Бориса Джонсона, что он не сможет удержать Шотландию в составе Соединенного Королевства против ее воли. Таким образом, она ответила на не раз высказывавшуюся членами консервативного кабинета министров позицию о недопустимости повторного референдума о независимости Шотландии. По-моему, риск для консерваторов состоит в том, хотя и сама спокойна по этому поводу, что чем больше они пытаются блокировать волю шотландского народа, чем больше они демонстрируют презрение к шотландской демократии, тем больше они увеличивают число сторонников независимости. То есть в каком-то смысле они делают работу за меня. Тори должны признать свое поражение. Они должны согласиться с тем, что ШНП выиграла выборы, а лозунгом нашей компании было обретение шотландским народам права выбирать свое будущее. Мы уже получили мандат на проведение референдума о независимости. В Лондоне считают, что результат референдума 2014 года все еще в силе. У нас был референдум о том, следует ли Шотландии отделиться от Соединенного Королевства в 2014 году. Нам говорили, что этот референдум решит этот вопрос для нынешнего поколения. Эти парламентские выборы показали, что происходит с политиками, пытающимися пересмотреть результаты референдума. Поэтому мы должны уважать результаты референдума 2014 года. Шотландия сильнее в составе Соединенного Королевства. Можно гордиться одновременно и тем, что ты шотландец, и тем, что ты британец. В 2014 году более 55% шотландцев проголосовали против выхода страны из состава Соединенного Королевства. Но на референдуме 2016 года 62% жителей Шотландии высказались против выхода из Евросоюза, что обострило отношения Эдинбурга и Лондона. На последних выборах за националистов проголосовали 45% шотландских избирателей.